здравствуйте дорогие зрители друзья и подписчики просто любители вышивки сегодняшнем выпуске я хочу вам показать дизайны которые я вышивала в марте месяце и я решила что первые полгода я посвящу вышивки новогодних дизайнов потому что мне хочется в интерьер своему дому внести какие-то новые дизайны новогодние праздничные я решила чтобы успеть оформить эти работы к новому году посвятить первые полугода вышивки именно вот этих праздничных зимних сюжетов и давайте с вами посмотрим о чем я остановила свой выбор в марте месяце я выбрала дизайн из книги кростич крисмос называется форт варминг holiday и выбрала я дизайн который называется аметистовое поместье вот такая вот красивая разработка очень нам не нравится очень такой нежный интересный домик на такой вот красивой сиреневой основе но довольно серьезная по ключу а плюс есть довольно большой здесь используется очень много цветов и давайте посмотрим какие нас идут рекомендации по ткани вышивка рекомендуется вышивать на двадцать восьмом каунте лавандер сансет джобелом размер ткани 13 на 18 инчей размер готовой работы сантиметрах у меня получилось за 13 с половиной на 28 сантиметров ключ довольно большой здесь очень много оттенков 44 цвета на такую небольшую работу также есть бленды из них 4 бленда также используется ниточка перлея 12 номер 712 оттенок 5 оттенков клиника причем используется номер и 8 и номер 4 в работе и конечно очень большой ключ по бэкстич у здесь используется 9 оттенков бэкстича и также используется бленд бэкстича 33 а также используется три оттенка бистера милл хилл и я выбрала ткань для себя пастельный лиловый давайте посмотрим как выглядит этот цвет и работа конечно получилось очень интересный по цвету вот такой оттенок я выбрал эту ткань я когда-то покупала в англии вот дождалась она из своего часа и добрался к ней дизайн ключ довольно непростой здесь нужно обязательно также читать описательную часть здесь есть крестики которые вышиваются в одну нить и тоже нужно внимательно смотреть описательную часть тоже нужно внимательно изучить потому что здесь довольно много нюансов также здесь используются различные стежки такие как алжирский стежок алжирский глазок вернее и алжирская звезда также идут прямые стежки тоже как бы получается здесь вот три и четыре оттенка прямых стежков тоже нужно смотреть внимательно и сложный цветной бэкстич я оставила вам кусочек показать схемы насколько схема мелкая желательно конечно ее увеличить и и вы видите что в этой книге схема разделена на две части конечно это неудобно работать желательно как-то совместить детали этой вышивке ведь этой схемы чтобы вам было удобнее вышивать и давайте же посмотрим что у меня получилось в итоговом варианте и вот такая у меня получилась работа вот такая вот красота очень красивая нарядная получилась вышивка очень такая праздничная контрастная а яркая по цветам очень красивые материалы но работа довольно сложно у меня возникло ощущение что я вышла схему трезвенслер или какую-то картину из тоник рик очень много четвертинок поэтому здесь внимательно нужно смотреть особенно вот в окошках очень много четвертинок здесь как раз вот используется перли чтобы красиво легли вот эти красивые узоры на окошках нужно обязательно смотреть правильность направления ваших стежков чтобы все получилось очень аккуратно потому что идет преломление от этого сразу влияет ваше восприятие этих окошков очень красиво смотрится бисер вот на первом этаже и на втором такие вот льдинки узоры да очень красиво и конечно вот этот вот купол ну прям действительно получилось несмотря на размер аметистовое поместье очень красивые оттенки очень нарядно смотрится клиник восьмерочка используется вот здесь вот внизу в снег где снег и в елочках где лежит у нас тоже снег здесь нужно конечно постараться очень аккуратно выкладывать клиник восьмерка чтобы крестики получились аккуратные вот такая вот замечательная работа хочется ее тоже оформить здесь вот у нас используется и французские узелки также бэкстиси прямые стежки золотыми нет золотым клиником роскошная работа очень давно хотелось вывышать смотрите какая красивая здесь елочка здесь тоже используются и прямые стежки и алжирские глазки используются вот здесь вот в елочке не знаю вам возьмет камера нет но работу конечно очень красивая очень она мне нравится и я очень рада что я ее вышила требует конечно внимания терпения но результат того стоит вот такая вот красивая работа и давайте посмотрим какие материалы я использовала так вот такой вот мой волшебный подносик здесь у нас как раз вся палитра ниточек который я использовала что-то у меня было в старых запасах вот пожалуйста бисер номер 110 так также бесит получается вот такой вот розовый бордовые 42 на 12 и вот такой вот молочная 142 и вот наша перли 712 оттенок номер 12 такую цвета и баре красивый наши красивые ниточки грейник это у нас восьмерочка вот такая вот сиреневая вот белоснежная такая то что у нас не снег снег вышивается вот этот вот цвет тоже часто используется очень интересно вот этот оттенок видите такое золотисто черный то есть 5 тоже номер восемь и вот такой вот красивый золотой 221 вот такая у меня пятерочка получилось по золотым по клиникам и вот такая получается очень красивая палитра по вышивке конечно одно удовольствие вышивать такими цветами поэтому и меня вдохновил этот дизайн и хочу вам сделать еще краткий обзор этой книги может быть кого-то заинтересует возникнут вопросы какие здесь еще есть интересные дизайны и давайте посмотрим как кратенько что здесь еще у нас есть вот такой вот симпатичный тоже санта с лисичкой зайкой сумочка тоже ведь и какая красивая винтер вот вот такой вот сэмплер солнышко птичка перепелка ежик здесь у нас схемы тут какие-то идут совершенно не сложные дизайны вот пожалуйста в детскую можно что-то вышить вот с таким паровозиком сантой симпатичный очень вот такой вот монохром тоже есть скандинавские узоры вот смотрите здесь даже можно некоторые сюжеты вышить вообще отдельно квадратиками или при распользовать новогодних игрушках мэри крисмасом такой вот монохром интересный так тоже вы посмотрите какие малышки идут скандинавский стиль сейчас вам хочу показать вот тоже вот симпатически смотрите при оформлении открыток используют а вот эти вот дизайны небольшие очень красиво вот этот вот тоже дизайн с тремя королями да здесь но где-то схему падают вот эта шкатулочка тоже симпатичная такая бирюзовой гамме в общем то здесь есть что еще выбрать есть что вышить еще то есть не так что вот взял и выбран купил книгу только из одного сюжета нет здесь можно еще что-то по выбирать посмотреть вот даже сапожок тоже с ангелом интересный то есть здесь выбор довольно хороший по новогодним дизайнов и принципе эта книга стоит внимание чтобы ее купить иметь у себя в библиотеке вот такой вот у меня получился интересное путешествие в эту книгу и хочу показать еще один дизайн который я вышила вот из этой книги сейчас я поменяю организацию что же я вышивала здесь здесь нас получается тоже рождественское направление хэнд мэй халадэй тоже очень симпатичная книга тоже нам не нравится своими дизайнами своими разработками здесь тоже довольно большой выбор есть что выбрать есть что посмотреть причем на раз в разном направлении и более сложной работы и какие-то несложные совершенно но все равно они очень нарядно смотрятся здесь нужно конечно смотрите выбирать здесь вначале есть тоже писатель на часть какие есть дизайн здесь используются что-то можно конечно посмотреть полистать по выбирать выбор здесь очень большой причем рассчитано все на разную гамму это тоже очень хорошо потому что смотрите тоже очень красивый сапожок до сантой здесь есть и более сложные дизайны смотрите какой красивый сапожок тоже хотелось бы когда-то вышить с зайчиками с оленями сантой и при этом есть дизайна которая ну совсем не сложная но при этом они бы тоже здорово украсили интерьер посмотрите какой красивый веночек с игрушками также вот домики мы здесь наблюдаем вот посмотрите побольше фотографии имбирные домики симпатичный венок с игрушками вот пожалуйста на макушку новогодней елки очень такой симпатичный дизайн и вот на чем же я остановилась остановилась я на дизайне от норы корбит называется холода чару вот этот дизайн очень красивая работа и сейчас мы посмотрим всю комплектацию какие материалы здесь используются и уже станет понятно что же получилось по по дизайну по ключу в итоге я когда-то работу уже это вышивала и вышивала на коричневой основе но мне здесь немножко не понравилось то что здесь идут красные кристаллы и они довольно сливаются с основой такой темный шоколад здесь используется по рекомендации 28 каунт дар чоклад каши пошель но в любом случае я решила попробовать на другой основе выжить это дизайн так как у я уже его когда-то вышивала работа была подарена и я решила для себя уже тогда попробовать выжить на другой основе сейчас мы тоже посмотрим основу давайте посмотрим по ключу что у нас получается у нас выходит 21 оттенок цветов для крестика также есть два цвета бленда 3 цвета бэкстич также используются 3 оттенка клиника 7 оттенков мелхилла там включены и кристаллы и крупный бисер и мелкий поэтому здесь нужно конечно смотреть размер готовой работы 14 на 22 сантиметра здесь вот мне что понравилось здесь очень удобно было описано например по кристаллам сколько нужно например вот 166 02 нужно всего 6 бусинок то здесь нужно может быть у вас где-то в остатках есть и вам не нужно отдельно покупать тоже также обязательно конечно читать инструкцию нужно здесь также идет упоминание что вышивка идет клиником номер четвертым и давайте посмотрим что у меня по клиникам использовались это вот оттенок 020 27 вот так вот красивый цвет 003 красный оттенок и 32 32 я решила ним в этот раз вышить два слоя вот здесь вот два слоя клиник не будет видно вот здесь вот используйте также вот в рамки используются клиник вот здесь немножко небольшие детальки крестики есть тоже высовывается золотом так как здесь в описании было написано что вышивается одним предложением указано вышивается основной крестик две ниточки или клиник номер четыре но не написано в каком сложении один или два и я решил попробовать в этот раз вышить два сложения тем более что у меня основа не теплая а холодного оттенка и давайте посмотрим что же у меня получилось и выбрала я основу амстердам блу 28 к девочки вот эти заломы извините но это нужно уже натягивать потому что работа хоть и отпарено но все равно заломы остались только при натяжке уберутся эти заломы они образовались не продавец так прислал ткань было сложно очень мелкое сложение поэтому к сожалению остались вот эти складочки вот такая получилась у меня работа вот они эти красные кристаллики которые здесь вот они хорошо видны также здесь используются розовые кристаллы мне очень нравится тем что используется вот это вот красивое напыление которое здорово перекликается на сосновой работа конечно получилось замечательное очень она мне нравится по результату и давайте посмотрим что же у меня поближе вот так вам покажу получилось так немножко просвечивает давайте попробуем так вот картонку будет гораздо лучше и вот смотрим что у меня получилось по дизайну вот такая вот красивая вышивка вот здесь как раз ним я вышивала два слоя используются зеленые листочки листочки я пришивала бисером петит номер 12 42 на 30 вот такой вот цвет я использовала как-то он хорошо подошел и он не очень бросается в глаза можно было попробовать конечно что-то серебристые выбрать но я решила выбрать наоборот более темный цвет само тело ангелочка я вышивала петля мелко крестиком конечно работа была непростая потому что я вышивала его в дороге и я забыла свой шелк и мне пришлось вышивать ниточками димси конечно шелком было бы еще лучше укрытия ну что есть то есть в любом случае работа смотрится конечно очень красиво нарядно используется здесь очень красивые кристаллы в крылышках большие ведь какие какой большой бисер это как раз у нас номер 6 глаз бит 0 6602 вот этот номер используется для крылышков я использовала ниточки анкор а белый цвета потому что у них нитка чуть-чуть потолще и укрытый случая и я решила димси белый поменять на анкор белый очень красивый тоже получилась арка красивая такая рамка нарядная везде используется бисер работа конечно все играет переливается замечательно смотрится тоже очень хочется оформить и посмотреть как же это будет уже в рамочке вот такая симпатичная миниатюра очень она мне нравится и мне очень нравится как и смотрится на этой основе получается очень элегантно и конечно хочется оформить дизайн какую-то светлую раму мне кажется на контрасте будет здорово смотреться и будет очень красиво смотреться в интерьере и давайте посмотрим наш волшебный подносик организация материалов что я использовала вот такие вот не идут ниточки также здесь у меня уже виден кривник видим также бисер весь который я использовала 020 19 вот такой вот медовый бисер симпатичный 020 11 очень часто используется в нору корбит дизайнах и 3 на 49 так вот красный бисер очень такой нарядный праздничный и вот этот вот белоснежные 16 62 и вот этим бисером я пришивала уже непосредственно листочки здесь по ключу используются капельки так а значит нас капельки 37 вырез муки дробь номер 130 56 и листочки emerald холи дэвс номер 121 97 8 штук их нужно и 3 нужно как раз вот биконуса очень красивая работа очень нам не нравится конечно дизайн роскошный я очень рада что я решилась на замену основа очень хорошая здесь ткань чем она мне нравится что у нее довольно крупные волокна и она не выглядит как марли очень хорошие плотные переплетения и очень красивый оттенок это амстартамбу вот такая вот красивая работа у меня получилось очень элегантно смотрится очень изящно и конечно очень нарядно вот такой появился еще один один сюжет моей работе и хочу вам сделать уже такой вот маленький обзор по книге по одной по вторую чтобы вы уже понимали что в этих книгах можно выбрать еще и другие какие-то дизайны потому что все довольно интересно очень интересно нужно это все применить в интерьере хочу показать еще один дизайн тоже мне нравится вот этот вот дизайн вот эти очень красиво такое окошко до костел тоже очень красиво смотрится но работа тоже непростая тоже требует внимание вот такие вот получились у меня мартовские сюжеты очень интересные а несмотря на то что они небольшие они все равно требуют своего внимания есть свои конечно какие-то нюансы и сложности вот тоже посмотрите какой красивый зимний сюжет такая картина в этой книге собраны дизайны разных дизайнеров разработчиков схем и конечно же на любой вкус и на любую сложность здесь можно подобрать свой какой-то сюжет в любом случае мне конечно очень понравилось то что у меня получилось хороший результат за март месяца два симпатичных сюжета который я давно когда-то хотела выше и я очень рада что я справилась с этими дизайнами и мне конечно очень нравится что я на данный момент самый красивый сюжет из этих двух книг я вышла и могу приниматься уже за другие работы свои готовые результаты вышивки я вам покажу уже чуть чуть попозже чем я занималась в апреле и в мае а на сегодня мои дорогие все хочу вас благодарить за ваше внимание за ваши лайки за ваши добрые прекрасные слова и отзывы о моем творчестве о моих выпусках вы меня все очень вдохновляете и радуете спасибо вам большое я желаю вам всем крепкого здоровья радости вдохновения и всего самого наилучшего увидимся с вами в следующих выпусках до свидания в следующих выпусках до свидания